Российскую пропаганду уже не спините. Но я хотел бы от вас что-то услышать. Макрон убежден на нанесение стратегического поражения нашей стране. В ближайшие 3-4 месяца конфликт между Россией и Западом значительно усилится. А что там по фактажу? Гарное питание. Они могут в Львов, а мы в Аршаву. 33 дня назад было 709 дней войны на Украине. 709 дней – это половина Великой Отечественной войны. А без пафоса можно? Посмотрите, где была Советская армия через 709 дней. Андрей Владимирович, вы взрослый, умный человек. Пожалуйста, сравнивайте Великую Отечественную военную операцию и специальную военную операцию. Вы прекрасно знаете, как не надо сравнивать. Не надо сравнивать, Андрей Владимирович. И вы прекрасно понимаете, почему. Поэтому я еще... Вам неприятно это слышать, да? Мне не неприятно. Я от вас готов услышать все, что угодно. Но я хотел бы от вас что-то услышать. А не просто ту шум води, которую вы льете. Ох и не сподобався пропагандисту той факт, что запрошенный до него эксперт сказал, что Российская армия сейчас слабшая, чем была за часы СРСР. А еще то, что на 744 день войны Российской армии просуватися на поле боя вдаётся, ну, только с скрипом. Та цяною знищенных мест та величезных втрат. Хочется запитати. Пропагандист. А что с обличчем? В ближайшие 3-4 месяца конфликт между Россией и Западом значительно усилится. А это все на болотах запереймалось через последние заявы Макрона. И вот знаете, я промоніторив их информационный простор и увидел, что пропагандисты, а значит Кремль, реально напрожився через возможность введения французских войск на территорию нашей страны. И это при том, что пока это лишь заявы. Никто ничего не вводит. И не факт, что таке взагалі станется, потому что вопрос дискуссийный пока что. Но... Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. Очевидно одно, господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей страны. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения это никакой образом не соответствует интересам французов. Трошки фактажу. Днями президент Франции на встрече с парламентскими партями заявил, что отправление військ в Украину, возможно, если российские окупанти прорвутся на Киев или Одессу. Ну, принаймні, так каже представник Коммунистической партии Фабьен Руссель. Водночас представник Ультраправо-Партии стверждит, что немає жодных обмежений та жодных червоных ліній. Раніше Макрон просто казав, что не исключено, что НАТО в будущем может ввести війська, або допомогти Украине. Однако, пока что консенсус щодо цього питания отсутствует. Но российскую пропаганду уже не спинити. Что происходит сегодня с Макроном? Как будто у него что-то оказалось отключено в какой-то момент, и теперь все, красных линий у нас нет. То есть начинаются какие-то совершенно фантасмагорические вещи. Вот чем вы это объясняете? Он маленький Наполеон. Он считает, что он маленький Наполеон. Он бы мог представить себя Наполеоном, если бы у него была такая Франция, которая была у Наполеона. Ну, как видите, машина с брудом там працюет очень активно. Про что я и говорю. Россия сейчас кончает невыгодно больше залучения партнеров до войны в нашей стране. Путин хотел уже расхитать ситуацию на Заходе? Правда ж? Хотел. А тут же и Штаты шукают другие шляхи постачания оружия. А еще и артилерийские снаряды для нашей страны подходят. Винищевачи Ф-16 на подходе. То есть прогресс есть. Так, не в тех обеспечениях, в которых хотелось его видеть, но есть. Украина может зупинить Путіна, если мы будем вместе с Украиной и нададим Украине необходимое оружие. Мы не можем выйти и поставить под удар всю Европу. Если кто-то здесь думает, что Путин зупиниться только на Украине, я уверен, что он не зупиниться. Мы должны ответить на его его вызов. Они не просят американских солдат. На самом деле, американские солдаты не воюют в Украине. И я исполнен решучостей, чтобы так и осталось. Это сегодня Байден сказал в своем вернении к Конгрессу. И, как видите, Америка займае в питании отправки своих войск до нашей Украины негативную позицию. Однако, американский лидер закликает посадовцев таки ухвалить пакет поддержки, оскільки это необходимо для защиты всего цивилизованного света. Потому что Путин вообще открыто не приховывает ничего. Его мета лежит далеко поза Украине. Все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия, когда стремилась к 7-ке присоединиться, к 8-ке. Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. А російська влада как раз и хочет того, чтобы их общество было готовым до того, что им доведется идти войной на другие страны. Окрім того, что пропагандисты по телебаченню уже купу лет они там воюют с НАТО, он Соловьев нещодавно вичудил. Мужчина создан для войны, а русский создан для победы. Просто вы что не придумывайте, а по-другому не будет. Вспоминаю товарища Сталина, Львов никогда не был российским городом, а Варшава была. Поэтому они могут в Львов, а мы в Варшаву. По обмену. Вы знаете, насчет Одессы, кстати, финским гражданам я бы не советовал расслабляться. Батюш, Сталінофилия у них квітне с каждым днем. И это, до речи, тоже прецедент. Отже, в меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и поставьте вподобайку этому видео. Традиционно я закликаю вас зберегать холодный разум и продолжить поддерживать Силу обороны Украины, оскільки это сейчас самое главное. До встречи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok